Донбасс 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 Но извините меня, когда люди захватили областное управление СБУ и с оружием, тысяча единиц оружия и выставляют условия, то понятно, что это не политика, это терроризм, это сепаратизм. Поэтому говорят о том, что не слышат, слышим и не просто слышим, а и хотим договариваться и хотим, чтобы Донбасс, он, все здесь было нормально. Мне понравился, перед этим сюжет был, когда женщина сказала, чтобы был мир и чтобы не было войны. Вот я говорю точно так же. В нашей стране должен быть мир и не должно быть никакой войны. Но те, кто сидит в здании областной администрации, они себя сепаратистами не считают. Извините меня, а как назвать людей, которые провозглашают создание отдельной республики и тут же принимают решение о вхождении в состав Российской Федерации? Вы знаете, чем аргументируют? Говорят, что на улицах Киева до сих пор ходят уважаемые люди? Я приглашаю тех, кто рассказывает эти сказки, приехать в Киеве, пройтись и попробуйте найти этих людей. Это совершенно не соответствует действительности. Каждый может приехать и свободно чувствовать себя в Киеве. Я хотел бы точно так же свободно, как чувствую себя в Киеве, чувствовать в Донецке, в Луганске, чтобы меня не упрекали в том, что я бандеровец, потому что я разговариваю на украинском языке. Я не хочу, чтобы в Донецке убивали людей за то, что они с национальным прапором или разговаривают на украинском языке. Донбасс, восток Украины, оно так же, как сердце человека находится слева, вот восток Украины находится по левую сторону Днепра. И это сердце сегодня пытается вырвать. Без этого сердца Украина не выживет. Поэтому нам нужна интенсивная терапия и в некоторых случаях возможную хирургическую вмешательство. Но Донбасс должен быть в составе Украины, права жителей Донбасса должны соблюдаться, экономические, политические и так дальше. Если говорить о референдуме, я предлагаю тоже провести референдум. Давайте 25 мая вместе с президентскими выборами проведем референдум и поставим на людям один вопрос. Хотите ли вы жить в унитарной, целой, единой Украине? И я уверен, что 80-90% людей скажут, что хотим жить в единой Украине. Вы заявляли недавно, что вслед за Донецкими луганские активисты намерены провозгласить Луганскую Народную Республику. Намерены были, но уже не... У вас есть такая информация, подтвержденная? Да, как я сказал, я занимаюсь интенсивно развязанием кризиса в Луганске. Но я вам хочу сказать, это все координируется с одного центра. Потому что от вчерашних результатов опытования я смотрел, в Донецке 70% людей за единую Украину. Поэтому те события, которые, обратите внимание на синхронность этих событий, Харьков, Донецк, Луганск, захваты, учреждения, потом провозглашение, создание республик, потом обращение к России о присоединении. Послушайте, каждый человек имеет право на свои политические взгляды. И пускай он отстаивает эти взгляды, никто не имеет права запрещать ни дончанам, ни львовянам иметь те или иные взгляды. Я бы осторожно относился все-таки к мнениям социологов. Я тоже отношусь к этому осторожно, но я уверен. Потому что если в Донбассе, вокруг Донецкой администрации начнутся какие-то силовые методы, то это серьезно перевернет ситуацию. А я вам скажу, что не должно быть никаких силовых методов. Если бы власть хотела задействовать силовые методы, она бы уже давно их задействовала. Мы не можем это сделать с нескольких причин. Во-первых, для нас человеческая жизнь это на самом первом месте, в отличие от Януковича, который своих оппонентов убивал. Вот мы ни одного своего оппонента никогда не убьем. Это исключено. Раз. Второе. У нас впереди Пасха. Пасха. Самый большой праздник для христиан. Кто решится в такие времена, в такое время пролить хоть каплю человеческой крови? Об этом не может быть и речи. Поэтому мы пытаемся договориться, успокоить людей, найти общий язык. Поэтому, вот вы говорите, что власть не слышит. Поэтому я и приезжаю в Донецк, чтобы люди слышали, что мы уважаем их право разговаривать на русском языке. Что мы уважаем их политические права. Но я хочу, чтобы уважали мое право разговаривать на украинском языке. И мое право иметь отличительные политические взгляды. Вот по информации МВД, представившись вашей охраной, люди избили сотрудников телекомпании ИРТ. Это провокации политических оппонентов. У меня очень большой сегодня рейтинг. Поэтому ближе к выборам обо мне будут еще не такое рассказывать. Не обращайте внимания. Добрее человека, чем я, не найдете. Спасибо вам, что пришли к нам. Напомню, в гостях в студии был Олег Лешко, лидер радикальной партии и кандидат в президенты Украины. Спасибо. Спасибо. Не блокировать движение транспорта и отказаться от погромов. Донецкий городской голова призывает участников массовых акций протеста не разрушать коммунальную собственность в городе. По словам Александра Лукьянченко, прошлой ночью неизвестные пытались разгромить котельную в Кировском районе, а также перекрывали дорогу на улице Артема. Я обращаюсь ко всем горожанам. Сохраняйте выдержку. Призывайте к порядку ваших друзей, знакомых. Помните, Донецк наш общий дом. Давайте его беречь. Покидать управление СБУ в Луганске митингующие пока не собираются. В здании разбили палатки и укрепляют баррикады. Переговоры власти и активистов продолжаются, утверждают сами пикетчики. Интервью отдают российским телеканалам. Себя называют бойцами северо-восточной армии. И рассказывают, при каких условиях готовы покинуть захваченное здание. Только после выполнения наших требований о проведении референдума о федерализации. Мы просто хотим стать именно федеральным округом, пока в составе государства. А там решить народ. Мы не можем решать за народ. Идет фаза переговорного процесса. Это общее консолидированное мнение всех участников этого процесса. Чтобы максимально мирным путем, пока еще есть такая возможность, переговорным процессом решить эту проблему. Отменить антитеррористическую операцию на востоке Украины сегодня потребовала действующей власти председатель Луганского областного совета Валерий Галенко. В своем видеообращении чиновник также настаивает на проведении референдума. Мы требуем от действующей центральной власти следующее. Немедленно отменить антитеррористическую операцию против протестующих граждан. Мы категорически против силового варианта решения, против кровопролития, возможно. Мы требуем принять закон об амнистии для бойцов спецподразделений Беркут, Альфа и внутренних войск, а также для участников протестных акций и захвата в административных зданиях в восточных областях. В Луганске. С последующим их раздражением, конечно же. Мы требуем провести всеукраинский референдум о федеративном устройстве Украины с гарантированным сохранением ее территориальной целостности. Мы также требуем законодательно закрепить статус русского языка в Украине как второго государственного. На трассе Киев-Харьков-Должанские жители трех сел перекрыли движение автотранспорта. Все из-за слухов о том, что к ним якобы приближается правый сектор. Страхи и опасения сельчан развеяли военные. Однако пикетчики не пустили технику дальше своего села. На Дьяковском перекрестке в Андроцитовском районе караулят жители города Ровеньки, сел Орехово и Дьяково. Люди заблокировали проезд автотранспорта. Они уверены, в их сторону едет автобус с правым сектором. Мы услышали, что к нам едут сектор правый. Не знаю, там 4, 5, 6 автобусов. Мы еще не видели и не знаем. Но дело в том, что едут они вроде бы якобы на Михаловку или на 1-2. У нас здесь есть динамитные склады. Мы вышли для того, чтобы их не пустить. И чтобы вот это не произошло здесь какого-то взрыва. Чтобы успокоить людей, на импровизированный блокпост прибыли военные. Они уверяют, по трассе движется колонна со спецподразделением. Сегодня двигалась колонна с военнослужащими, которая дислоцируется поселок Гвардейска Днепропетровская область, которая получила задачу от коммунировой бригады на совершение марш на территорию Антрацитовского района, Свердловского района, для усиления государственной границы. Это воздушно-десантная бригада 25-го. Совершают марш перед дислоцированием для усиления границы. У них своя задача стоит. Против населения никто воевать не собирается, а против нашего. Как пояснили военные комиссары, информацию о передвижении по трассе правого сектора они проверили лично, как и все автобусы. Были допущены в автобусы. В каждый автобус заходил представитель вместе с батюшкой, депутат сельского совета от города Равенёк. Все, которые посещали этот автобус, они убедились, что это именно военнослужащие вооружённых сил Украины, Министерство обороны, правого сектора никакого нет. Сейчас ситуацию на дороге контролируют сотрудники ГАИ. Однако местных жителей патруль не успокоил. Они сами останавливают и проверяют все автомобили с большегрузами. Автобус с военнослужащими из Днепропетровской области пока отправили на погранзаставу в село Дьяково. Павел Степаненко, Геннадий Ряднов, телеканал «Донбасс». Люди с георгиевскими ленточками разблокировали украинских артиллеристов и на объездной дороге возле Донецка. Запорожские военные возвращаются в свою часть. Жители Старобешево второй день ездят за бригадой артиллеристов и не дают им даже выехать к месту постоянной дислокации. Мол, не хотят, чтобы они воевали. Сами военные говорят, что ехали не на войну, а на учения. Но выполнить приказ не могут. На их пути десятки частных автомобилей. Сотрудники ГАИ, которые сопровождали колонну, военным не помогают. У них приказ, видно, ехать на Успенку. Я так думаю. Это моё личное мнение. Я не знаю. Но они отсюда точно не уедут. Подразделение бригады, согласно полученного распоряжения старшего командования, выдвигалось в район проведения ученик указа. Местные жители, которые оказались негативно настроены к действиям вооружённых сил Украины, заблокировали нам маршруты движения. Поэтому мы сейчас выдвигаемся в обратном направлении, пока на данном этапе. Не допустить кровопролития любой ценой, к этому призвал украинские власти генеральный консул Польши в Донецке. Он уверен, что ситуацию с захватом Донецкой обладминистрации необходимо урегулировать исключительно мирным путём. Пан Волонсевич отметил, что все его соотечественники внимательно следят за событиями, как в Украине, так и в Донецке. Надо спасать жизнь, надо, чтобы это всё было мирным путём решено. А если надо вести диалог даже месяц, пожалуйста, так, чтобы просто никто не погиб. Для нас ситуация в Украине в какой-то мере тоже напоминает наше прошлое, то есть именно эти времена Воленсы, потому что никто не знает просто, чем это окончится. Хотелось бы, конечно, чтобы, прежде всего, люди были довольны. И сегодня в Донецке стартуют дни польского кино. Ленты для кинопоказов организаторы выбирали с учётом нынешней политической ситуации в Украине. Сразу два фильма посвящены актуальной для нашей страны теме люстрации. Они расскажут о том, как этот процесс проходил в Польше. Картина легендарного режиссёра Анджея Вайды посвящена жизни и карьере президента Леха Валенца. Именно он в начале 90-х покончил с социалистическим прошлым в Польше и преодолел экономическую нестабильность в стране. Солнце Украины встаёт на Донбассе. Мать Украина, береги Донбасс как сына. 15 бигбордов с такими надписями появились в Донецке. Авторами идеи, обращений к жителям города выступили патриотично настроенные дончане. Их задумку воплотили во Львове, а с размещением помогли киевляне. Усилиями всей Украины в Донецке появились патриотичные бигборды. Инициаторы обещают, скоро изображений станет больше. Обращения очень важные. Во-первых, это правда, солнце Украины действительно встаёт на Донбассе. Это факт. С другой стороны, это очень возвышает уровень патриотизма, повышает. А обращение мать Украины, береги Донбасс как сына, оно тоже сейчас актуально, учитывая, что происходит в восточных регионах страны. У многих людей есть желание обратиться к другим регионам и сказать, что действительно мы верим, что Украина останется, наша семья из всех регионов Украины останется целой. С запада на восток. Донецкие студенты получили послание от учащихся львовских вузов, о чём писали львовяне и как жители Донбасса отнеслись к их инициативе в сюжете наших корреспондентов. Донецким студентам раздают письма от львовских сверстников. Около 300 посланий доставлены в столицу Донбасса по почте. Все написаны от руки. Друг, у нас с тобой намного больше общего, чем кому-либо может казаться. Мы читаем одинаковые книги, слушаем одинаковую музыку, смотрим одинаковые фильмы. Доставили письма представители общественной организации и комитет патриотических сил Донбасса. Был такой искренний порыв львовян с желанием показать, что страна одна и украинская душа, она действительно открыта и всегда стоит на позициях взаимопомощи. Донецкая молодёжь послание с западной Украины читает без предвзятости. Какая разница, где живёт людина? Мы в Львове, или в Донецке, или в Чернигове. Мы все украинцы, мы все живём в одной стране. Примерно половину посланий львовяне написали на русском языке. Так хотели показать, что они близки и солидарны с Донецком. Тут очень интересный лист, что граждане Львова пишут нам на русском языке. То есть они уважают наш язык, а я уважаю и украинский язык. Человек, казалось бы, живёт абсолютно в другой точке Украины, но тем не менее приятно читать, что люди с нами солидарны. И вот у меня это радость вызывает. Прямо настроение поднялось на сегодня на 100%. Благодаря инициативе львовян донецкие студенты не только почувствовали поддержку из другого конца страны, но и нашли новых друзей и, может, даже вторые половинки. Вот я уже списалась с мальчиком, который мне это прислал, и вечером с ним пообщаемся в скайпе. Многие говорят, что это за льва. Донецкие студенты обещают ответить. Напишут письма в пять крупнейших львовских университетов. Анастасия Пьевна, Александр Шмурёв, телеканал «Донбасс». Время новостей Донбасса на этом заканчивается. Всего доброго.